Кубань В 2004 году сменил место работы, но в 2017 вернулся на Кубань-24 и занялся авторскими проектами. Был ведущим ток-шоу «Через край». Программы «Вошли в историю» и «Голоса земли кубанской». Сейчас снимает проект «Не проезжайте мимо». Когда я пришел на телевидение, если вы возьмете мою трудовую, там очень интересно написано «Слесарь-диктор». В 1984 году я ставил во Дворце культуры КСК спектакль в Народном театре «Мои надежды». И вдруг пришла такая идея, давайте-ка запишем, что о Надежде Родионовой, как о передовице производства. Я написал текст и дозвонился тогда вечная память Надежде Петровне Шаповаловой. Это великий диктор Краевого радио, очень много лет она была голосом Кубани. Говорю, Надежда Петровна, вот могли бы вы начитать такой текст? Да приезжай, какие проблемы? А диктором не хочет быть? Да нет, не было таких у меня вообще идей. А ну-ка пойдем. А у нас был телевизионный конкурс, дикторов набирали по конкурсу. Тогда это был не ГТРК Кубани, а комитет по телевидению и радиовещанию. Привели меня в студию, дали текст из дня Кубани. Я его прочитал, меня подняли туда наверх к председателю комитета. И он произносит, хочешь ли ты работать диктором, мы тебя берем. Хочу вас пригласить, посторонних-то не пускают. Информационная программа День Кубани совсем не первая. До нее были годы для того, чтобы ты вырос и заслужил такую честь сесть и провести эту информационную программу День Кубани. Сейчас, вот я не знаю, пару лет назад в магазине говорят, здравствуйте, вы же День Кубани ведете. Слушайте, 20 лет уже нет самого названия этого Дня Кубани. Чему так? Потому что было два канала. Первое, то, что сейчас первый канал, и второй. Новости краевые смотрели, конечно, все. Вот до того, что ну просто идешь, с тобой здороваются. Наши передачи смотрят там, где никогда доселе не было краевого телевидения. Всего Кубани РТВ покрывает сегодня 70% территории края. Так судьба распорядилась, что я... Вот мы открыли этот телеканал. Тогда он назывался Кубани РТВ, еще поработал несколько лет и ушел в свой дом родной назад на ГТРК. И вот меня пригласили сюда, на НТК, вести программу «Через край». Что предпринимает региональная власть для поддержки малого и среднего бизнеса? Какие меры поддержки существуют? Это полтора часа, сначала было, потом уже час, каждый день прямого эфира. Со сменяющимися гостями и спикерами. Вот это была школа. И я с благодарностью вообще об этом вспоминаю. И благодарю тех людей, которые мне окунули вот в эту страшно сложную... Я приезжал домой, а приезжал, как обычно, около 11 вечера уже, потому что это вечернее, позднее. Жена говорит, что они там с тобой сделали? А я сижу тупо смотрю в пол, вот, как будто я там 100 вагонов разгрузил. Ну, а это школа была. Потом вот вошли в историю, тоже для меня интересный проект. Сейчас сезонно мы делаем «Не проезжайте мимо», это такая курортная тема. Я не буду цитировать героя из любимого мультика и говорить о правильном меде. Скорее пойдет речь о правильном отдыхе. Уже имеем какие-то успехи. Это всероссийский телевизионный проект «Моя земля, Россия», где мы с Яной Жуковой имели честь в Москве, в центре ТАСС, получать высокую награду за эту передачу. Приятно, конечно, приятно, а что там? Телевидение «Судьба». Я дважды оставлял профессию, но я понял, что я вернулся домой. Я понял, что это была моя ошибка. Это была моя ошибка. Но, наверное, не знаю, судьба так или... Ну, наверное, нужно было, да, изменить профессию, чтобы потом понять, что она тебя простила, и еще сильнее ее полюбить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!